Доброе утро и хэппи влогмаз день 3! Итак, сейчас угадайте, что мы будем делать. Угадайте, 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 угадайте. Правильно, мы будем открывать наконец-то наш адвент календарь. Вместе я не открывала, и я не знаю, что в этих ячейках, поэтому давайте все вместе сейчас откроем первую ячейку. Итак, попробую открыть одной рукой. На самом деле это очень сложно. Мы сейчас все вместе откроем. Лебрана, что же вы нам положили в ячейку номер один? Смотрим. Обещает быть волшебным. Этот год обещает быть волшебным. Названия продукта нет. Сейчас попробуем найти что-нибудь здесь. Итак, это у нас сухой минеральный хайлайтер. Я так понимаю, что это натуральный хайлайтер. Давайте же мы его откроем. Сейчас я положу камеру. Вот такой хайлайтер. Выглядит как пудра иллюминаизер. Даже не представляю, каким может быть этот хайлайтер. Сейчас мы его проверим на руке. Так. Хайлайтер на самом деле очень хороший. Я обожаю хайлайтеры. Это один из моих самых любимых продуктов. Учитывая то, что это натуральный продукт. Полностью без всякой химии. Минеральный хайлайтер. Тут нету таких ярких каких-то блесток. Это действительно придает такое сияние. Видите? Красивое, естественное сияние. Поэтому спасибо, Левада. Очень неожиданно. Первая ячейка нас порадовала. Мне очень нравится этот хайлайтер. Я его, скорее всего, буду, конечно же, использовать. Да. Классный хайлайтер. Супер. А сейчас я пойду готовить впервые в своей жизни голубцы. Я не знаю рецепта. Посмотрела какое-то видео на YouTube. Надеюсь, что у меня все получится. Обычно мои эксперименты заканчиваются очень удачно. Будем надеяться, что в этот раз он тоже закончится удачно. И будем готовить вместе с вами. Я нашла какой-то очень классный, вкусный армянский рецепт. Поэтому давайте готовить вместе голубцы. Или Тому. Итак, первое, что мы делаем. Кипятим воду. Берем нашу капусточку. И вот эту вот часть вот так вот будем сейчас вырезать ножиком. Далее отправлять капусточку вот этой стороной вниз в кипяченую воду на 5 минут. Вот примерно, что у меня получилось. Отправляем в кипяченую водичку. Пока у нас сварится капусточка, мы берем мясорубку. И сейчас будем готовить фарш. Также к мясу я добавляю лук. Зелень. У меня это будет кинза. И соль, перец, приправы. Так, продолжаем работать над нашим фаршем. Тем временем я также сейчас промою рис. Залью его горячей водой. И отложу. Итак, начинаем. Берем немного риса. Примерно вот так вот. Сейчас я его промою и залью кипяточком. Оставлю постоять, пока я буду продолжать делать фарш. Капуста у нас уже вон лежит в холодной воде. А почему мы ложим капусту в холодную воду? Чтобы она перестала лоиться. Да, я забыла сказать. Капусту мы варим 5 минут с одной стороны, на 5 минут, где-то 3 минуты с другой. Зелень я добавила. Чем больше зелени, тем лучше. Теперь я буду добавлять всякие приправы. Это будет вот такой измельченный базилик. Это будет красный перец. Это будет паприка, соль, перец. Это все по вкусу. И последнее я добавлю рис. Вот он у меня уже стоит. В кипяченой воде добавлю рис. В кипяченой воде добавлю рис. И так вот что у меня получилось. Мне кажется, для первого раза вполне себе годные голубчики. Теперь я буду сейчас здесь зажаривать лук, помидор, зелень. Залив водой и туда же отправлю голубцы. В кипяченой воде, герой. Испeri. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Берем не молоко, это гречневое молоко. Мы его изначально, конечно же, помешали немножечко. Добавляю я обычно на глаз примерно на 2 стаканчика. Вот столько примерно на бананки с молока. Обжиренный какао-порошок, примерно 1 чайную ложечку. Ну давайте добавим 2 чайную ложечку. Ну давайте добавим 2 чайную ложечку. Вообще у меня есть такой чудо-чайную ложечку. Вообще у меня есть такой чудо-ручной миксер, который я буду сейчас использовать, чтобы помешать наше какао, но можно воспользоваться венчиком, если у вас такого нет. Добавлю 2 пакетика сахарозаменителя фит-парад. Получится очень сладко. Как? В меру сладко. Но если мы добавим еще и мошнолу, то получится очень прям сладко. И чтобы уж совсем было новогоднее настроение, мы возьмем вот такие 2 кружечки. Одно вот такое вот солнышко. We make a shine drinking. И вот такой снеговичок. Какао нашу готово. Убираем с плиты. И наливаем. У вот этого стаканчика еще есть такая синтетичная ложечка. Теперь берем такое оранжевенькое маршмалу. Добавляем сверху. И розовый. И вот они наши новогодние напитки готовы. И сейчас мы будем смотреть фильм и наслаждаться нашим горячим шоколадом. Пока готовится наш ужин. Итак, моя дебютная толма вроде бы удалась. С виду выглядит как обычная толма, которую готовят все наши бабушки, мамы. Тетя. Сейчас мы разрежем ее и посмотрим ее изнутри. Посмотрим, насколько она готова. Вот видим, мяско приготовилось. Она очень сочная. Надеюсь, что она такая же и вкусная, как и красивая. Так, первая проба. Да, толма уже готова. Она очень вкусная. Она не жирная, так как мы готовили из курицы и не жирной говядины. Конечно, чувствуется, что она не жирная. До этого я кушала толму, которую готовила моя мама. Бабушка, они добавляли туда еще и сало и жир. Прокручивали вместе с мясом. Она у меня такая постная, диетическая и очень вкусная. Так что поздравляю себя с дебютом. Итак, влог масс номер три подошел к концу. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Вам было полезно посмотреть видео рецепта моих гаудцов. Если вам было полезно данное видео, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь, потому что для меня это очень важно. И это мотивирует меня в дальнейшем снимать видео. Буду рада всем вашим комментариям. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok